Девушки отдыхают Ой, не могу прямо. Покажем водителя, который сознался, что в нетрезвом виде ехал из верхнего услона в Казань, где и попал в аварию. Я всегда пью и езжу, а я ничего. А также возгорание трамвайного вагона на остановке Караваева и сход с рельсов секции трамвая на проспекте Победы. Это и не только прямо сейчас. 38-летнего мужчину обнаружили соседи в одном из подъездов 52-го дома на улице Гвардейская. Он лежал в луже крови на лестничной площадке. Рядом с ним был нож. Мужчина был жив и соседи тут же вызвали скорую помощь и полицию, но к приезду медиков мужчина скончался. О произошедшем жене погибшего сообщили полицейские. Она была на работе. Женщина приехала сразу же. На лестничной площадке увидела страшную картину. Бездыханное тело ее супруга лежало в луже крови. Нож был рядом. Лежащего на полу мужчину обнаружили соседи. Они вызвали экстренные службы. Он был еще жив, но до приезда медиков скончался от потери крови. Ой, ой. Ой, не могу прямо. Ой. Хорошая семья. Не пьющая. А это вот тетка с ними живет такая. Это все время с детьми. Все время гуляет. А детей склонят? А? Детей склонят. Это быстрая кровопотеря. У погибшего осталось двое сыновей. Что могло стать причиной, родственники не могут даже предположить. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение. На вся меня звал Маззиаддинов. Вызов 112. 31-летний мужчина погиб. Еще два человека пострадали в результате пожара в Зеленодольске. Ночью там вспыхнула трехкомнатная квартира в одном из домов на улице Хазеева. Пострадавших пожарные эвакуировали с помощью кислородных масок. А в ходе тушения огня в квартире обнаружили тело погибшего человека. Общая площадь пожара составила 6 квадратных метров. Причины возгорания устанавливаются. Сразу два человека погибли в авариях. В субботу в Альмейцевском районе 46-летний водитель КамАЗа не справился с управлением. И на высокой скорости выехал на полосу встречного движения. Там он протаранил иномарку Джили. 27-летний водитель легковушки от полученных травм скончался на месте. Его 10-летнюю пассажирку с различными травмами госпитализировали. Через два часа случилась еще одна трагедия на трассе. В Пестричинском районе 29-летний водитель мотоцикла на высокой скорости протаранил бетонное ограждение. Травмы, полученные им, оказались смертельными. Известно, что он был лишен водительского удостоверения. Пьяный водитель Volkswagen Polo стал причиной аварии на перекрестке улиц Салемжанова и Пушкина в Казани. При повороте направо он не выбрал правильный радиус и выехал на встречную полосу прямо в бок едущему там Opel. Вины своей в этом водитель Volkswagen не видит. Говорит, обзор ему перекрыл автобус. Так водитель Opel сам виноват, что ехал там в этот момент. А он сам, как рассказал Трезвый, ездит редко. При этом за несколько десятилетий в серьезные происшествия не попадал. Старый балбец. Что ты сделал? Дави. Он сразу сознался, пил перед тем, как сесть за руль. Балон пила. Еду знаешь откуда. С ним сверху, условно, и нигде ничего. А тут вот тут автобус, понял, и попал вот так немножко. А этот инвалид ехал и задел. Хотя не инвалид. И я виноват. Водитель Opel рассказывает, ехали с женой по Салимжаново прямо. Горел зеленый. И тут удар в левый бок. Момент столкновения был зафиксирован видеорегистратором. Я как ехал, так ехал. Он прямо на нас. После аварии, рассказывают, из Volkswagen вышли мужчина и женщина. Оба нетрезвые и стали в происшествии обвинять их. Да, на вас все. И он такой же. Они же причем начали. Ой, со знаком инвалид. Да он инвалид. Я говорю, вы хоть знаете, кто инвалид? Я так, важно. И всякую чушь не суть. Знаем разницу, кто инвалид. У нас ребенок инвалид. Но водитель Volkswagen утверждает, он в аварии не виноват. Говорит, ехал исключительно по своей полосе. Ну, мать, моя женщина. Это просто, знаешь, что такое? Это просто, вот сейчас разобраться надо. Полосу смотреть. Как выехал кто, понимаешь? А никому это не надо, милая моя. Все. У меня показалось, что я бог мой. Значит, мне надо согласна. Если я буду трезвый, как говорят, вот тогда еще, да, сопротивляться можно. А тут уже все. Смело можно это, коньки и воду. Выпитая считает, на его манеру езды никак не повлияло. Опыт в пьяном вождении, говорит, большой. Ну, только вот и, как сейчас, шлепнул, поехал. Я всегда пью и ездил. А я, вообще, так самому-то не страшно ездить после баллона? Вы чего? Для меня это как будто комфорт. Ну, вы знаете, я в 82-м году работал в Камалеи, когда еще был гараж. Мы ведрами пили. Это вино там было, короче, ведрами. Утром приходили, врача проходили. И все, и мы выезжали на вену. Не забудьте сказать, что они уходили. Все было, молодые мои. Когда там уже указали. Вообще был караул. До дома они с сожительницей не доехали пару километров. Пришлось идти пешком. Машину отправили на штрафстоянку. Volkswagen 96-го года выпуска мужчина планирует восстановить. Ну, за ремонт в Opel придется вам платить, похоже. Какого? Пускай шапки не будет платить. Понял вас? Даже присутствует суд не будет. Но штраф в 30 тысяч за езду в нетрезвом виде, говорит, готов выплатить сразу после вердикта суда. Каким он будет, водитель Volkswagen не сомневается. Вероника Гайнудинова, Игорь Романов, УИЗОВ 112. В это же самое время на Горьковском шоссе столкнулись Рено Каптюр и Митсубиси Паджеро. Водитель первого автомобиля стал из левого ряда прямо сквозь поток смещаться в правый ряд. Столкновение не заставило себя долго ждать. Причина женщине-водителю Митсубиси стала понятна сразу, как только мужчина вышел из автомобиля. Говорит, он еле держался на ногах. Ну, видимо, погрелся, да. Она остановилась, почувствовав удар в левый бок своего автомобиля. Вышел и водитель Рено Каптюр. И тут ей стало ясно, почему же произошла авария. Я говорю, вышел просто пьяный все, еле стоящий на ногах. Ладно, ребята подошли с остановки, его задержали. Прибывшие на место автоинспекторы с предположением Автоледи согласились и предложили 36-летнему водителю Рено пройти экспресс-тест на наличие алкоголя в организме. Мужчина согласился. Попытка обмануть алкотестер успехом не увенчалась. Прибор зафиксировал многократное превышение максимально допустимой нормы спиртного в организме. Теперь мужчину ждет суд, лишение водительских прав и штраф в 30 тысяч рублей. Но выплачивать его ему, вероятно, будет не так просто. На место аварии приехал и его начальник. Рассказал, что водитель Рено работает в автосервисе электриком и диагностом. Вернее, работал. Последнее китайское предупреждение у него уже было. Рамиль Шайдулин и Гараманов. Вызов 112. Трамвай вспыхнул на остановке Караваева в Казани. Искры у колес и горящую пластиковую обшивку очевидцы сняли на мобильные телефоны и вызвали пожарную охрану. Огнеборцы полностью ликвидировали пожар в распределительном щите в кабине водителя. Площадь возгорания составила 2 квадратных метра. Люди не пострадали. Пассажиров в момент происшествия внутри не было. По предварительным данным, пожар вспыхнул в результате короткого замыкания. После того, как токонесущий провод вследствие износа порвался и рухнул на крышу вагона. А на проспекте Победы, немного не доезжая до остановки Ломжинская, с рельсов сошла центральная секция трехсекционного трамвая. В вечерний час пик вагон, по признанию водителя, был полон пассажиров. В результате происшествия никто не пострадал, кроме, пожалуй, тех, кто ждал трамваев на остановках. Движение электротранспорта до возвращения вагона обратно на рельсы было остановлено, а линия обесточена. Но сделать это было не так просто. Помимо подъемного крана, рабочим пришлось приложить и свои собственные силы. Что стало причиной происшествия, водитель трамвая понять не может. Рельсы новые, скорость небольшая, тем более подъезжали к остановке. Для выяснения причин схода вагон отправился в депо. И это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны и в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Алия Хайрудинова. Увидимся и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.